МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Горнин, президент коллегии адвокатов, специалист по ДТП, 14 лет проработал в государственной автоинспекции. Уверен, что если бы каждый беспечный ездок хотя бы на месяц отправлялся за решетку, правосознание граждан автомобилистов выросло бы в разы. Выпил, подмел пару десятков улиц и можешь идти доказывать, что ты исправился. Владимир Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Трезвые водители и пешеходы. Трезвые телезрители. Они для нас пока. Хорошо, согласен с вами. Подмел, поработал какое-то количество часов. Согласен. Исправит ли 2-3 года? Это ведь уже не подмел, это же другая история. Это скорее, как мы знаем по практике, людей ломает, чем исправляет. Ну, если мы вернемся на 2 года назад и вспомним 528-й федеральный закон, он как раз и внес те изменения об усилении ответственности за нахождение состояния алкогольного опьянения. Что говорит статистика? Заработала? Статистика говорит, что не заработала. Если мы возьмем 15-й год, вот я смотрел статистику, то было привлечено к ответственности 18 тысяч, почти 19 тысяч водителей. Но, тем не менее, все-таки не более чем 350 было осужено к реальным срокам лишения. Почему? То есть это говорит, ну, видимо, наверное, не о том, что несовершенен закон, а о том, что у нас нет еще таких практик, злостных нарушителей, именно в рамках уголовной ответственности привлекать. Потому что, я вам схожу из своей практики, у меня были такие клиенты, которые по 5 раз задерживались в состоянии алкогольного опьянения, и наказание было в 180-200 часов из прав работы. К сожалению, это так. Ну, ведь это же человек понимает, что это, ну, поработает он, ну, ничего не поделает он, ну, время идет, в конце концов. Не могу не согласиться с тем, что если это рецидив, и это рецидивист, человеку надо что-то делать, по крайней мере, для блага окружающих, которые от него пострадают. Но вы согласны, что со второго раза нужны уже такие жесткие меры? Или, может быть, какой-то ваш товарищ... Я думаю, что если первый не работает, нужно начать, наверное, с первого. А второй уже, в зависимости от рецидива, я согласюсь, Феликс Матуш, действительно нужно усиливать наказание. А если это второй раз, то вот сейчас до двух предлагаются от трех. Согласны с переводом в средний тяжесть? Я думаю, что уже назрело это время, потому что люди действительно не понимают. Но самое главное, что люди не понимают момента ответственности повторности. То есть они считают, что если я был задержан в состоянии алкогольного опьянения первый раз, и с этого момента считается год. То есть они даже не понимают, что с момента окончания срока лишения права управления начинает действовать год. А вот скажите, пожалуйста, будут ли такие ситуации, если этот закон все-таки примут, вот классическая ситуация, что выпил с вечера, утром сел за руль, вдохнул в трубочку, трубочка показывает, что выпил, и понеслась вот эта вот история. Сколько промиль должно быть для того, чтобы мы говорили о применении средней тяжести? В моем понимании вообще нисколько не должно быть, потому что если человек понимает, что у него есть какой-то небольшой порог, хотя это слишком спорный вопрос для всех в большинстве случаев, но тем не менее мы понимаем, что если даже минимальная доза, она может повлиять на ситуацию, и это время реакции водителя на ситуацию, это его внешнее поведение относительно... Может быть, она у него не поменялась никак, реакция? Конечно. Ну, может быть, ничего не произошло? Человек думает, что он трез, на самом деле он еще не произвел. Понятно, человек думает, что он нормальный, на самом деле он давно сошел с ума, это такие случаи, конечно. Человек сам за себя в данном случае не сможет ответить. Абсолютно. Но существует ли вот научно доказанная практика или там теория, что вот до трех, условно говоря, 0-3, да, он вполне адекватен, а вот после уже, ребята, нет? Практика-то существует, только не существует именно порядка правильности оформления в дальнейшем сотрудникам ДПС, потому что они не все обладают теми знаниями, которыми должны при оформлении составления тех или иных протоколов. И мы постоянно с этим сталкиваемся, когда существуют просто, ну, не казусы, а не знания закона сотрудникам полиции, и в результате люди могут уйти от ответственности. Вот это, к сожалению, еще имеет место. Вы адвокат сейчас или кто? Я адвокат. Вы сотрудник, я еду. Не говорю, что Даша, потому что это похоже на правду. Ну, Даша сразу отпустит. Со мной это фантастика, да? Нет, я никогда выпившу. Я еду за рулем, вы меня остановили, говорите, дышите в трубку. Я говорю, что, не хочу. Не хочу, да. Могу не хотеть? Ведь первое, это предложение инспектора не то, чтобы подышить, а если есть основания и признаки полагать, что водитель находит в состоянии опьянения. То есть существует целый ряд признаков. Нет признаков. Ну, подождите, признак главный, это пятница вечер. Всегда, когда выезжаешь пятницу вечером в машине... Запах алкоголя изо рта, разве это не признак? Нет, хорошо, а если его нет? Просто проверять на алкоголь, как правило, выходить. Я знаю, я знаю, конкретно была ситуация, вы едете со стороны залива, там рестораны. Но это просто мнение может быть инспектора, а как раз тот прибор, который у него имеется в наличии, он и может показать наличие состояния алкогольного опьянения. Я могу сказать, я не хочу дышать вашу трубочку, я... Если я не желаю проходить мета-свидетельственное, стоит вопрос отказа от мета-свидетельственной, тогда включается статья 12.26. Отказ от медицинского освидетельства. Чем мне грозит? Вам грозит лишением права управления от полутора до двух лет. Пока. То есть просто пока... Но независимо от того, находитесь в состоянии алкогольного опьянения по своему внутреннему убеждению, либо не находитесь, в дальнейшем судебная инстанция будет рассматривать только отказ от мета-свидетельства. А что я могу сказать? Я могу сказать, не хочу вашу трубочку дышать, поехали вместе к врачу. Могу? Совершенно верно, это ваше право. Пройти медицинское освидетельное в медицинском учреждении. Это обязательно инспектор должен вас туда доставить. Но не я сам туда должен идти. Нет. Вместе. Нет. В случае, если вы не согласны с проведением экспертизы сотрудникам полиции, и вас не устраивают те показания, цифры к наукотестерам, которые на самом деле там у него высветились в присутствии понятых, это обязательный момент и очень важный. Вы вправе потом проследовать на экспертизу, сделать повторную экспертизу с целью оспаривания этого алкогольного опьянения. И плюс ко всему еще, вы помимо выдыхаемого воздуха можете сдать биологические среды, которые подтвердят относительно вашего состояния. Переносимся в курган. Меньше недели назад это происходило. Внимание на экран. Здесь, в общем, освидетельствование не понадобилось. Все было, ну как бы вам сказать, очевидно. Результат на лице. Это как раз тот случай. Значит, что делают водители машин, которые остановились в связи с этим пируэтом? Они забрали, как вы видели, ключи у пьяного водителя и выпустили их с моста в речку. Водитель остался в машине, видите, парни разошлись по своим автомобилям, он сидит и точно уже никуда не уедет. Вроде как благое дело сделали, с одной стороны. Да, остановили пьяного, никуда не поедет. Да, остановили пьяного, никуда больше не поедет, никого не уйдет. С другой стороны, взяли чужие ключи, выкинули, то есть как бы тоже какое-то правонарушение. Герои они или... Причинение ущерба гражданам. Ну а они же не допустили нанесения большего ущерба. Это же самоуправство. То есть нельзя так делать. Но как-то с удовольствием и с улыбкой такое сказано было. То есть больше виноваты те, кто выбросили ключи. Это не способ? А как его остановить? Нет, они пресекли совершенно правильно, но существуют же другие способы. Положить ключи в карман и ждать ГАИ. Положить ключи в карман и сообщить ГИБДД. Сообщить ГИБДД и после этого передать эти ключи и выступить в качестве свидетелей при оформлении этого материала. Но это долго. Ну я понимаю, что никому не хочется ждать этих приключений пьяного в дальнейшем. Но с другой стороны выступили ярко. Ну так, красиво. Ярко и в общем не только эффектно, но и эффективно в этой ситуации. Хотя вы видели, мы их конечно не оправдывали. Не так делать нельзя. Не оправдывали, не так делать нельзя. Так делать нельзя. Но иногда так хочется. Спасибо большое, Владимир Владимирович Горнин. Бывший, прямо скажем, сотрудник ГИБДД, сейчас адвокат по нашим ситуациям.